Еще раз давайте поприветствуем нашего замечательного гостя Михаила Геннадьевича Делягина. Как, Федор Семенович, я что-то извиняюсь, ради бога, что поперек вас вылезли. Дорогие друзья, значит, то, что я говорю, будет моей личной точкой зрения. Естественно, я оставляю за собой главное право человека, чтобы там правозащитники разные не говорили, это право на ошибку. Вот в армии есть много разных команд. Вот моя любимая, самая лучшая для меня, правда, мне ее один раз всего приходилось выслушать, это команда ориентируема. То есть рассказывая, что происходит и чем мы здесь занимаемся. Поэтому, если можно, немножко наберитесь терпения, потому что вам в какие-то моменты будет казаться, что я говорю про вещи, к вам не относящиеся. Хотя на самом деле, все, что я говорю, происходит с нами здесь и сейчас, в основном уже произошло. Значит, русская культура, она по своей природе открытая. Мы ни от чего никогда отгораживаться не можем. И то, что с нами происходит, это наполовину то, что делаем мы, а наполовину то, что происходит со всем человечеством. Поэтому, строго говоря, у нас нет вообще признанной истории письменной, потому что патриоты и, так сказать, западники все время рассматривают только одну половинку из того, что происходит. Мы неотъемлемая часть мира. И даже когда было то, что называлось железным занавесом, когда людей сажали за подозрение шпионажа с официальной формулировкой, даже в это время десятки тысяч людей наших специалистов ездили за границу, десятки тысяч людей иностранных специалистов ездили к нам, и обмен был очень и очень сильный. В мире происходит три фундаментальных вещи, которые изменения, которые настолько глубоки, что мы обычно стараемся даже про них не думать. Потому что меняются вещи, которые мы привыкли считать незыблемыми. Одна моя знакомая, к сожалению, потом стала иноагентом, причем задела абсолютно, она в одной из своих книжек написала, что российский бизнесмен каждое утро должен начинать с проверки гравитационной постоянной. Вот это цитаты из жизни. Потому что меняются вещи, которые кажутся незыблемыми. Слоган третьего тысячелетия. Поднимите сейчас, пожалуйста, руки, кто это слышал когда-нибудь. А что, так можно было? Поднимите, пожалуйста, руки, кто это слышал. Вот это реальный слоган третьего тысячелетия. Я сейчас буду говорить вещи, может быть, сложные, но говорить для того, чтобы эти вещи в будущем говорили не вы про других, а чтобы другие говорили про вас. Потому что пришло время, когда каждое правило нужно проверять на излом каждый день, потому что оно может смениться. Первое фундаментальное изменение, которое происходит в мире. Вот поколение, которому принадлежу я, и большинство принадлежащих в зале, они прошли через две фундаментальные технологические революции, общественные революции, через которых никто из прошлых поколений не проходил никогда. Первое. В 1991 году наиболее в социальном отношении развитой тогда стране, в Соединенных Штатах Америки, объем покупок информационной продукции впервые превысил объем покупок продукции материальной, используемой для производства. А это знаменовало собой переход от индустриальной эпохи к информационной. На наших костях, за наш счет, за наши деньги, на наши технологии этого в многом осуществлялось. Но этот переход произошел. Если на протяжении всей предшествующей истории люди развивали производительные силы, которые были материальными, то начиная с 1991 года началось развитие информационных технологий, которые оказались настолько мощными, что если до того человек менял окружающий мир, то с 1991 года основным занятием, наиболее рентабельным из общедоступных видов бизнеса, то есть наиболее массовым занятием в условиях рынка, стало изменение самого человеческого сознания. Его уже стало возможным не менять, не корректировать, как это там реклама делала или пропаганда, а просто менять. Информационные технологии были настолько мощны. Человек по своей природе приспособлен к изменению окружающей среды. Мы инструмент изменения мира. И когда мы занялись изменением своего сознания, третье века назад, мы занялись несвойственным себе делом. И когда мы смотрим, Господи, какие извращения кругом, какое противоестественное поведение, так на самом деле этого еще мало происходит, нам везет, потому что мы занимаемся несвойственным себе, грубо говоря, противоестественным делом. Это фундаментальный разворот, которого не было никогда раньше, и мы его не осмыслили, потому что основным инструментом воздействия стал сам инструмент осмысления, само наше сознание. И такое количество возникло обратных связей, когда самый интенсивный характер, самое интенсивное воздействие направлено на то, чтобы завод построить, чтобы мост построить, чтобы какие-нибудь полезные ископаемые извлечь и обработать, а чтобы космический корабль запустить, а чтобы изменить сознание человека. В результате познавательные способности очень сильно снизились, и мир стал менее познаваемым, более сложным, но менее познаваемым. И в результате очень сильно снизилось значение науки, очень сильно снизилось значение образования, И, соответственно, во многих сферах наблюдается технологическая деградация Не только у нас, у американцев тоже Они в 1969 году летали на Луну, как кто-то написал в Телеграме, как в соседний штат А сейчас они не могут своих космонавтов с орбиты снять И это не потому, что там какие-то недоразумения или капитализм загнивает Хотя он уже не просто загнивает, а отменился А потому, что действительно наблюдается технологическая деградация Но это было треть века назад Совсем недавно, в 1920 году, случился еще один такой же революционный переворот Революционные изменения Когда начался коронавирус, мы увидели, что изменился характер управления людьми Люди принимали решения абсолютно свободно, абсолютно самостоятельно Да, конечно, на них давили, но это административное давление было не таким уж и сильным, как может показаться Но огромное количество людей добровольно и самостоятельно отказалось от своего разума Отказалось от логики, отказались от того, что они знали, что они учили в вузах, что они применяли каждый день Это люди сделали сами Люди самостоятельно принимали решения, исходя из того, что они знали и исходя из того, что они чувствовали Но при этом то, что они знали и то, что они чувствовали, они в огромной массе своей получали из социальных сетей И вот то, что они получали из социальных сетей Им в социальной сети давали строго, конкретном, строго продуманном спектре Именно для того, чтобы они принимали те решения, которые нужны В 2020 году мы увидели, что изменился характер управления обществом Если раньше это были, грубо говоря, деньги Больше денег хорошо, меньше денег плохо, у кого универсальный стимул То теперь это осуществляется через контроль за той информацией Причем автоматизированный контроль через социальные сети За той информацией, которую мы получаем за этими чувствами, которые мы испытываем Можно сколько угодно возмущаться фейками, можно их разоблачать Это правильное и необходимое дело Но это борьба против системы управления, которая служит Это изменение очень серьезное, очень глубокое Потому что человек переместился, создал для себя третью среду обитания Первая среда обитания, первая среда жизни, это природа Естественная природа Мы вышли в лес подышать, все замечательно Клопиков смахиваем, отмашки отмахиваемся Но это природа, это первая среда нашей жизни Вторая среда, это техносфера, это то, что создано технологиями Вот здесь вот нет ничего природного И, может быть, фикус какой-нибудь бы стоял Вот был бы один зеленый листочек Все остальное создано технологиями Это вторая среда нашей жизни Социальные сети, это точно такая же третья среда нашей жизни Которую мы создали сами Которая была создана на глазах только что, недавно И мы в ней живем точно так же, как мы живем в техносфере Точно так же, как мы живем в природе Это освоение нового пространства жизни При этом, естественно, мы тоже не приспособлены к этому пространству Мы не знаем, как себя в нем вести Мы его создаем сами для себя И это огромное количество нашей жизни Но уже видно, что в этом пространстве Очень сильно сменились правила игры Во-первых, изменились группы доминирующих капиталов Скажем, вся история рыночных отношений Это борьба капиталов реального сектора Будь то земледельцы, торговцы, промышленники С финансовыми спекулянтами Грубо говоря И эта борьба шла с переменным успехом Если рассматривать мировую историю под этим углом Это становится страшно интересным Потому что интересы строго противоположны У реального сектора заинтересованы В максимальных пространствах, которые живут по одним правилам Чтобы получать сырье, чтобы продавать Чтобы иметь рынок сбыта, иметь рабочую силу И максимальной стабильности, чтобы правила не меняются Финансовые спекулянты заинтересованы в строго обратном Чтобы было максимальное количество мелко раздробленных территорий Чтобы ими можно было владеть и управлять снаружи деньгами И, во-вторых, они заинтересованы в максимальной нестабильности Всегда и везде Потому что они зарабатывают не на монотонном росте Или падении котировок рынков Они зарабатывают на колебаниях рынков Которые они предвидят или сами организуют И вот с уходом человечества в социальные сети Возникла третья группа Так называемый цифровой капитал Ее породили финансовые спекулянты Которые боялись депрессии В начале нулевых годов вкладывались во все Что только можно себе вообразить Очень интересно, кстати, была программа Обама По выходу из кризиса 2008-2009 годов Там через запятую было Производство игрушечных луков со стрелами Запятая развитие сланцевых технологий Запятая дальше То есть они вкладывались во все Что только можно было себе представить И в том числе они вложились в развитие социальных сетей И цифровой капитал социальных сетей, в которых мы живем И социальных платформ, в которых мы тоже, в общем-то, живем Он вырос из капитала финансовых спекулянтов Но интерес цифрового капитала, он совпадает с интересами капитала реального сектора То есть цифровой капитал восстает против тех, кто его пройдет Против финансовых спекулянтов Вот в 1991 году, когда мы от индустриальной экономики перешли к информационным Главным стал не завод, главным стал биржа и банк Не только в нашей стране, а в всем мире И, соответственно, финансовые спекулянты одержали победу над капиталом реального сектора А в 2020 году, когда главным сейчас становится цифровой капитал Они вместе с капиталом реального сектора начинают разрушать финансистов Для нас это означает, потому что мы сейчас уничтожаемся финансовыми спекулянтами Для нас это означает некоторый шанс на успех, некоторый шанс на развитие Потому что финансовые спекулянты есть наши самые большие друзья Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы прослушали этот ролик Но самое главное не то, что сказано в нем А то, что будет сказано в моем канале на телеге и в моем канале в Дзене Подписывайтесь на них Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!